Судебные тяжбы возмущенных жителей и застройщиков в наше время не редкость, но зачастую люди уступают, считая, что судиться со строительными компаниями бесполезно. Однако есть те, кто не отступил после первой неудачи и пошел до конца. Об этом следующий сюжет. Зал Верховного Суда Республики. Апелляционный процесс. Жильцы дома улицы Шамиля 55 отстаивают свой двор, на территории которого подрядчик хочет возвести новостройку. Нарушения градостроительных норм, изношенные коммуникации и протест жителей во внимание не берутся. Адвокат стороны заявителя нашел еще десяток нарушений. Земляный участок не был определен. Межевого плана, топосъемки, кадастрового паспорта, ничего не было. То есть не было границ установленного участка. То есть не может выделиться участок, который не определен границами. Противостояние жильцов и застройщика началось еще прошлым летом, когда во дворе вместо ожидаемой детской площадки на расчищенной территории появился котлован. А работы по благоустройству двора приостановились. Приостановили все и пошли слухи, что здесь планируется строительство домов, поэтому они здесь не заканчивают. И вот так вот в июне потом все это всплыло. Разрыта вся территория двора. В результате строительных работ разрушилась асфальтная дорога. Значительно повредились коммуникации. Но больше всего жильцов дома беспокоит безопасность постройки. УЧС говорили, что в этой зоне, если внутри сядет 4 балла, то поставят дом, здесь будет 7 баллов. Потому что или этот дом новый просядет, или наши, которые прямо впритык углами к нему. Все эти факты были представлены и на процессе. Суд признал доводы заявителя обоснованными и запретил строительство многоэтажного дома. Жильцы отстояли свои права. И это не единичный случай. В 2015 году Минстроя Дагестана направил в федеральные суды 183 иска по незаконному строительству в республике. По которым 50 исков были поданы на снос таких объектов. 22 иска судами были удовлетворены в пользу Минстроя. 92 иска на запрет эксплуатации, не эксплуатации, а запрет строительства таких объектов. В пользу Минстроя было 68 исков признаны. И Минстроя обращался на запрет эксплуатации домов по 41 иску. Исков, которые финансы тоже были в пользу Минстроя. Выдавая разрешение на строительство домов там, где это категорически запрещено, муниципальные образования лишают других горожан дворов, детских площадок и зеленых зон. Самая сложная ситуация сложилась на окраинах Махачкалы, в частности в поселке Семендер. Жильцы дома по проспекту Шамиля 55 – отличный пример для тех, кто все же готов идти до конца. Ведь они смогли. Хаджат Мазгарова, Денис Авдеев, Заур Магомедов. Время новостей.